В целях реализации концепции слышащего государства агентством по противодействию коррупции был инициирован проект «Антикор Лайф». Основная цель проекта – разъяснение антикоррупционной политики и информирование населения по ее реализации. Еженедельно через сеть Facebook для жителей области в рамках проекта в «Антикор Центре» проводятся прямые эфиры с участием руководителей государственных и квази-государственных учреждений, а также известных граждан и общественных деятелей области. Спикером на этот раз стал руководитель областного управления здравоохранения Осет Калиев. Одной из основных целей проекта «Антикор Лайф» является обеспечение максимальной близости и открытости власти к населению. Пользователи сети принимают участие в прямом эфире и задают интересующие вопросы спикеру. Таким образом, налаживаются прямые отношения между населением и представителями государственных учреждений. О том, как изменилась сфера медицины на Джамбулской области за годы независимости в прямом эфире, рассказал главный врач региона. Специалистами Национальной ассоциации «Примэри Хэлтка» проведен значительный объем работы по повышению профессиональной подготовки медицинских работников, психологов, социальных работников. Открытие ЦЛП в Миркенском, Джамбулском районах, городской поликлинике номер 5 города Тераза. Принимали участие Аким области Бердибих Сапарбаев, руководители Европейского центра ВОЗ по ПМСП «Милита Якоб». Основным результатом ЦЛП станет доступность улучшения качества оказания медицинской помощи, повышения качества и продолжительности жизни сограждан, солидарной ответственности за свое здоровье. В рамках повышения профессиональной подготовки специалистов и внедрения современных методов диагностики и лечения приглашены ведущие специалисты Казахстана, России, Украины и Южной Кореи. Организована была научно-практическая конференция «Мультидисциплинарный эндохирургический подход с использованием совместных средств визуализации». Проведено обучение медицинских сестер по безопасности в эндохирургии, мастер-классы оперативных вмешательств в различных разделах хирургии. Пандемия COVID-19 внесла свои жесткие коррективы в мирную жизнь населения всей планеты. Продолжается распространение коронавирусной инфекции с возникновением новых штаммов вируса. «Вакцинация – единственный способ, который позволит остановить пандемию COVID-19. С целью формирования коллективного иммунитета проводится с февраля этого года вакцинация взрослого населения. В области имеется достаточный арсенал вакцин, проводится информационно-разъяснительная работа с населением. На всех уровнях оказания медицинской помощи населению медицинские работники пропагандируют здоровый образ жизни как один из главных факторов в профилактике заболеваний». Подводя итог, Асет Калиев заметил, что не все проблемы еще решены, но поставлены новые цели и задачи по дальнейшей охране здоровья населения. Улучшение качества жизни и продолжительности. Стоит отметить, что проект реализуется с момента появления пандемии в прошлом году. За это время приняли активное участие в нем больше 400 спикеров.